Привет-привет, книжный мир, с вами Лена, и сегодня расскажу о первых четырех книгах, которые успела прочесть в марте. Сразу начну с книжки, которая, наверное, без вас, вообще без этого канала не случилось бы. Я купила по рекомендации Вячеслава, который мне усердно эту книжку советовал, советовал, и теперь я понимаю, почему. Потому что я тоже теперь буду всем советовать, советовать «Журавленок и молнии» от Владислава Крапивина. Это можно назвать романом взросления, однако, я не знаю, для меня это что-то все равно исключительное и даже больше, чем просто история о подростке, о том, как он теряет детство и переходит во взрослый период своей жизни. Итак, о чем же книга? Нам рассказывают историю Юры, которая вместе со своей семьей переезжает в новый для себя город и потихоньку начинает заводить новых друзей. И вот с самого первого знакомства с Юрой мы понимаем, что это наидобрейший, светлый мальчик с ясной головой, никогда никому не желающий зла. И не потому, что он дурачок, а просто потому, что он адекватный, хороший мальчик. И мы, на самом деле, вначале знакомимся с его подружкой. И вот с первых строк эта книжка меня покорила, потому что она написана настолько по-доброму, по-настоящему, так, как самой бы хотелось в такой маленький период жизни пережить. И вот постепенно он набирает своих друзей. И мы здесь просто знакомимся с бытом детей, что они делают, куда ходят, в какие игры играют. Но постепенно в их жизни начинает роль взрослого все больше занимать место. Они все больше с этими взрослыми начинают общаться, что с подростками, что со своими родителями, с различными классными руководителями и руководителями всяких инстанций. И вот чем больше взрослых в жизни детей, тем быстрее наше детство уходит. И чаще всего в этой книге взрослые будут несправедливыми, жестокими, и будут пытаться задавить мнение, решение, взгляды детей именно силой, не силой слова, а именно силой физической. И вот от этого, честно говоря, иногда сердце у меня очень сильно сжималось. Здесь, как я говорила ранее, это четвертая книга, из-за которой я плакала в своей жизни. Я не знаю, я то ли книжки, меня делают более сентиментальной, либо книги теперь такие находятся, от чего я начинаю понимать, почему люди над книгами плачут. И есть такая здесь мысль о том, что как понять, прав ты или не прав. Конечно же, если большинство говорит, что сделай так, 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 но это не всегда является верным. И вот как понять, в какой ситуации нужно остаться верным, самому себе действовать так, как ты считаешь верным, вот в этой книге очень часто будет эта тема затрагиваться. Ещё мне здесь понравилась часть о том, что же делать, да, когда твой друг тебя предал, а твой враг тебя пожалел, да, как понять, где же тогда правда. И мы понимаем, что мир, он, конечно, не чёрно-белый, он неоднозначный. В общем, эту книгу я вам советую однозначно. И у меня с Юрой, наверное, самый первый такой, как говорится, клик случился, когда я поняла, что мы с ним одного поля ягода, если можно так сказать. Он видел, как ребята играют в войнушку, и он говорит, ребята, ну зачем вы играете в войнушку? А они такие, а что если в жизни, что всё будет по-настоящему? И он говорит, ну да, если в жизни что-то случится, уже никуда не деться, а игры, они же могут быть разными. И я, честно говоря, так у меня срезонировала с этим, с этой частью книги, потому что когда я хожу вот по детской площадке, мимо детской площадки, там с пистолетами бегают, стрелялки, и я всегда боюсь о том, что, ну вот, наверное, откуда войны вообще в мире случаются, потому что с детства у нас играют дети в войнушки, считают это нормально, потом у них просто игрушки более взрослые. А ведь можно играть, не знаю, спасателей, пожарных, продавцов, не знаю, хоть бизнесменов, кого угодно, и вот в этой части я вот прям совсем, ну, им проникнула, прониклась этим Юрой, и друзья у него просто все замечательные, каждый со своим, конечно, тараканчиком, но хорошие ребята, поэтому не подумайте, что это какая-то наивная детская книжка, абсолютно нет, взрослая книга, начало светлейшее, а потом вот эта книга, знаете, как ясное небо, но на нём тучи сгущаются и появляются молнии. И концовка, концовка, концовку вам самим решать, как вы её разгадаете, я, конечно же, ну, не как разгадаете, как вы её для себя примете, я, конечно же, за то, что всё закончится хорошо, надеюсь. Я другого просто не могу принять именно для Юры из этой книги. Вот, очень её люблю, и здесь, кстати, очень красивые иллюстрации, их много, ну, я вам сейчас давайте тут парочку вставлю в листалку, покажу. Так что, если вы хотите подарить эту книгу подростку, и смотря на его толщину, пусть он не боится, он знает, что он, кто подросток, который получает книжку в подарок, что здесь будут иллюстрации, которые интересно разглядывать, и которые иногда не совсем точно подходят под описание в тексте, но максимально близкие к тому, что рассказывается, да, и как автор видел ту и иную сцену или ребёнка, его родителя. Очень люблю эту сильную книгу, и в этой книге тоже есть про любовь к книгам. Следующую историю я прочитала за день. Это «Мой белый» от Ксении Бурской. И здесь мы с вами узнаем историю 16-летней девочки Жени, которая впервые влюбляется, и на фоне ещё своей влюблённости она очень сильно переживает из-за разрыва своих родителей, а её растили две мамы. Вот такая, не совсем, мне кажется, не то что популярная, а часто используемая тема, что у нас обычно почему-то про любовь двух мужчин больше пишут, чем про любовь двух женщин. И, собственно, да, такой, если хотите, young adult, даже, ну, это можно young adult читать, если 16, но я думаю, да. То есть если вам нравится смотреть всякие американские фильмы, да, пару подростков, я, например, люблю, то посмотрите, как бы в русских реалиях всё могло случиться, и книжка точно понравится, и она, знаете, такая из разряда Вишневского, наверное, по своему изложению. И я вот ей сейчас поставлю, вообще неблагодарно это делило ставить оценки писателям, когда ты сам читатель, да, но я скажу, что у этой книги, у этого писателя есть огромный потенциал, и я думаю, что там через два романа это будут прямо реально сильные, мощные книги. Так вот, собственно, о чём книга? Как я сказала, о девочке Жене, и она влюбляется, переживает за расставание своих родителей, и вот здесь, мне кажется, как раз такие две самые главные темы, но они не исследуются, да, а переживаются, наверное, на страницах. Это первая влюблённость, когда ты любишь человека и готов ему простить всё, принять все его странности, да, и просто его любить за то, что какой он есть, даже не думая о том, почему ты влюбился, а действительно ли этот человек таким, как ты ему представляешь, да? То есть твоя первая влюблённость такая наивная, всепрощающая, и вторая настоящая крепкая любовь, когда именно эта любовь к человеку не даёт тебе его простить за какие-то проступки, да? То есть вот именно эта сила любви не находит иногда у тебя прощения. И вот, не знаю, я такой этот контраст увидела, мне было очень интересно за этим наблюдать, и в очередной раз в этой истории, конечно, подтверждается мысль о том, что только реально люди, только люди, которых мы реально любим, могут нас задействовать сильнее всего, а о ком мы не думаем, они что угодно творят, ну да, попереживали минуту и забыли. Вот, книжку советую, в ней всего 250 страниц, огромный шрифт, огромные отступы, вот, и это издательство, которое я по сей день называла неверным, издательство Инспирия. Я всегда назвала Инспирой, потому что у моего друга есть компания, которая называется Инспира, да, Инспирия. Здесь можно в аудио, у меня так и не получилось загрузить нужный формат. Плейлист — это музыка, да, с которой ассоциируется эта книга. Я, кстати, не знаю, её автор составляет или само издательство. И видео от автора Ксении Бурской. Не скажу, что она очень много про книгу рассказывала, мне кажется, она больше рассказывала о своём писательском «Гампути», но ролик такой небезынтересный. Затем, затем подарочек от Юлии и книжку, которую я очень сильно хотела. Опять у нас тут детские истории, происшествия в поезде. Но на самом деле книга называется «Ограбление в шотландском соколе». И почему эта книга мне очень сильно понравилась? По двум причинам. Во-первых, всё будет происходить на железной дороге, которая бежит по Шотландии. Моя любовь к Шотландии велика и безгранична, как вы знаете. И во-вторых, здесь очень часто будет упоминаться королевская семья. А я вот буквально на прошлой неделе закончила смотреть все четыре сезона «Короны». Я была прям поглощена этой темой. Мне было очень интересно. Какие-то такие, да, отсылки, прямые и непрямые, находите в этой истории. Кстати, в этой книге тоже куча иллюстраций. Я вам буду листовку показывать, пока буду рассказывать. Так вот, история нам рассказывает о мальчике Холи. Его мама должна на днях вот-вот родить, и поэтому родители отдают его на попечение на пару дней дяде, да, брату, мамы. И они отправляются в последнее путешествие поезда «Шотландский сокол», который как раз-таки некая отсылка к королевскому поезду. И он сначала думает, что, о, у меня сел мой айпад, по-моему, у него. Или айпод, не помню, неважно, нет зарядки. И вот придётся чух-чух в этом поезде с какими-то взрослыми людьми скучными, что я там буду делать. Однако я не хочу выдавать никаких тайн. Конечно же, произойдёт определённое ограбление, и он начнёт его расследовать вместе в поиске. И я не скажу, что сама детективная история здесь главная. Я думаю, это книга для детей, которые очень интересуются железной дорогой. И вот как, из чего, да, там состоят локомотивы, какие там есть вагоны, какие механизмы, какой там корыто раньше было на железных путях. В общем, я думаю, эта книга написана не ради детектива. Детектив — это только ниточка связывающая, да? А рассказывает именно про поезд. И я вам должна сказать, что мне было интересно, потому что я представляла конкретный поезд из сериала «Корона». В этой Шотландии было интересно проезжать города, которые я уже знаю, которые на слуху. И всё это такое детское, простое, наивное в хорошем смысле. В общем, я получила удовольствие от чтения этой книги. Много узнала про поезда, чего не знала. Так что эту книжку я советую. Я не знаю, она, мне кажется, для подростков чуть-чуть толстовато будет. В ней там 330 где-то страничек. Но и всё же, если спросите, советовать или нет, советую однозначно. И последняя книга на сегодня, книжку, которую я читала по книжному путешествию, по марафону, да, книжное путешествие. Это всё рушится от Чинуа Ачебе. Вообще, аннотация рассказывает нам о том, что мы будем читать истории племён в Нигерии, да, о их быте, традиции и о том, что происходит, когда белокожие приходят на их землю и хотят всё изменить. И я очень боялась, что здесь будет очередная история с фокусом на то, как пришёл белый человек и как всё несправедливо, кровожадно, да, как всё пытались, они сломать все устрои, но на самом деле нет. Я, честно говоря, от этой книги в восторге, потому что она в большинстве своём просто о легендах о истории, о обычаях, да, определённых племён в Нигерии. У них такие классные присказки. Вот я спорю, что нету ни в одной стране сказки о том, как москит влюбился в ушную раковину. Это сказка на пять страничек, но она... Нет, я вам её зачитаю. Если не нравится, я вам покажу, куда промотать. Просто я с неё хохотала, я ещё на работе пристала к своей коллеге и говорю, послушай. Витал москиту ухо, и герой говорит, и почему они всегда на ребят укусить в ухо? Когда он был ребёнком, мать рассказывала ему насчёт этого некую историю. Но история была глупой, как все женские россказни. Москит, рассказывала она, попросил ушную раковину выйти за него замуж. Отчего-то зашла смехом. И сколько же ты ещё собираешься прожить? Ты так уже чистый скелет. Москит улетел униженный, но как раз... Но каждый раз, прилетая мимо, сообщала ушную раковину, что он ещё жив. Мне кажется, потрясающе. И есть ещё история о том, почему у черепахи, допустим, панцирь весь в кусочках, да, а не гладкий. И здесь такие бывают, он да, тосты, которые дадут тосты всем грузинским восточным тостам и речам. Вот, то есть мне вот именно эта часть про их обычаи, про то, какие они используют присказки, легенды, их вольклоры. То есть вот это всё действительно необычно, смешно, и с одной стороны наивно, а с другой стороны в нём такая глубина и смысл, что мне эта книга очень нравилась именно за вольклорную часть. Ну и, конечно же, здесь на самом деле будет какая-то примитивность, переплетаться с кровожадностью, с мудростью. И потом только уже где-то, наверное, на последние 25 страниц истории придут там миссионеры и начнут конвертировать племена, да, призывать их отказаться от их богов, принять Иисуса. И, честно говоря, эту историю я уже потом пролистала, потому что эта история могла бы случиться с любыми людьми, да. А вот «Самы начала книги» — это очень интересно, увлекательно. И книжка маленькая, здесь 220 страниц, и её концовка, она... Я всё думала, да, как она может закончиться, и она мне очень понравилась. Она чуть-чуть печальная, ну не то, что чуть-чуть печальная, она не светлая, не добрая, но вот последняя строчка — это просто о всей человеческой сущности для меня, о недалёкости к человеку, человека, наверное. Такая пронзительная, саркастичная, едкая, ядовитая, можно так сказать. Вот, в общем, книжка мне понравилась. Если вы ещё ничего не читали, однозначно советую. Очень понравилась, очень сильно. Особенно буду некоторые тосты теперь отсюда из этой книжки брать на различные слайбы, дни рождения, потому что хорошие присказки. На этом всё. Сейчас я читаю «Беззвёздное небо», я в восторге, читаю женщины, о которых думаю ночами потихонечку. И, в принципе, я вам потом уже расскажу, что у меня был нечитун, который потом оказался очень даже голодным читуном. И вот у меня три книжечки, я уже взяла овод, да, буду читать. Не овод, а буду Джека Реймона читать, скорее всего, для женщины 19 века. Ну, «Корабельные новости» и «Девушка личная». В общем, вот по марафону «Три сестры» у меня тут ещё тоже лежат. Думаю, что вот эти книжки, о них я уже расскажу в следующем своём прочитанном. Расскажите мне, какая в этом месяце, возможно, была книга, которую вы прочитали, и она превзошла в ваше ожидание. Или, возможно, эта книга, которую вы прочитали, потому что буктюбы насмотрелись, а сами бы никогда за ней не потянулись. То, что вот эти все четыре, я понимаю, что... Ну, разве что вот эту, да, я выбрала сама, но остальные четыре, если бы не вы, если бы я где-то у кого-то не подсмотрела, вряд ли бы я, да, этих книг когда-то сама прошла. И знаете, что я буду делать сейчас? Прежде чем сяду монтировать этот ролик, я пойду рассказывать срезы книг. Признавайтесь, кто уже посмотрел у Алины ролик и уже начал тоже акрилами красками пытаться делать красивые срезы. Я для этого выбрала, кстати, четыре книги. Несчастные мои четыре письма любви, которые мне не жалко. Вот эту книжку тоже уже не жалко, на ней потренируюсь. Вот здесь, если получится, оставлю Кельмана у себя. Да, если получится, срез красиво сделать. И хочу еще, кстати, попробовать на книге в мягкой обложке, потому что, если получится, хочу свои мягкие обложки тогда все прокрашивать, чтобы придать им красоты. Все, на этом с вами точно сегодня прощаюсь. Всем прекраснейшей приближающейся весны и отличных выходных, которые тоже уже не за горами. И вообще пусть у вас будут выходные, недели, месяц, год. Вообще пусть вся ваша жизнь будет светлой и наполнена замечательными книгами, о которых хочется рассказывать всем. Вот, и чтобы вам чаще встречались такие намилейшие истории, как любовь москита к ушной раковине. На этом пока, пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok